Привет всем, и как видите, у нас тут Влад Цирк, сойти в безумие. Игрушка довольно-таки страшная и атмосферная, поэтому давай поскорее всего дело, понимаешь ли, начнём. Тут две сложности. Первая — это вызов для игроков, которые хотят получить ещё более тяжёлый боевой опыт. И другая — это приключение для игроков, которые хотят насладиться историей и получить достаточный боевой опыт. Ну, давай-ка мы, наверное, с того, что попроще, начнём. В этой игре используется функция автосохранения. Не выключайте систему, когда видите этот значок на экране. Предупреждение! Некоторые сцены и образы могут вызвать беспокойство. Эта история является вымышленной и не имеет связи с реальными людьми или событиями. Хорошо. 6 июня 1921 года знаменитый цирк Влада сгорел дотла менее чем за 10 минут. В результате трагедии погибли десятки людей и сотни получили ранения. В 1922 году брат владельца Йозефа Петреско был признан виновным в поджоге и приговорён к смерти на электрическом стуле. 1929 год. 8 лет после пожара. Дом Петреско. Так, ну, давай попробуем проснуться. Оливер Миллс. Но сколько сейчас времени? Я проспал. Мне лучше поторопиться. Они все уже должны быть здесь. Так. Чё это у нас такое? Чётки. Чётки моей матери. Нам не стоит разделяться. Ящик. Открыть. Какой-то ключ. Ещё вот. Дневник. Слава богу. Вот он. Мави. Апрель 1929 года. Это, конечно, застало меня врасплох. Приглашение встретиться с моими старыми друзьями. Цирк Влада восстанет из пепла. Совершенно новая жизнь. 19 апреля. Прошёл почти год с тех пор, как я покинул Пенерхест. Но я не могу вернуться к нормальной жизни. Я думал о письме Влада, Петреску, который я получил весной. Неужели я снова смогу стать клоуном и вернуться в цирк? Я не знаю. Я уеду утренним поездом. Прямо в дом Петреску. 20 апреля. Поезд проезжает пейзаж одиноких сосен. Перед глазами пролетели дни в лечебнице. Страх, могила моей матери и всё остальное. Рисовать этот пейзаж так приятно. Мои страдания потихоньку уходят. Я встречусь со своими старыми друзьями. Благословен Господь. Хорошо. Я ничего не писал с тех пор, как приехал сюда. Мне должно быть стыдно. Так, давай тогда включим сперва свет. Мы разбито в зеркало. А за ручку, видимо, не судьба. Подёргать. Использовать с дверью. Ну-ка. Теперь. О, а это у нас какой-то туалет. Воды нету. Смыть? Так воды же нету. Непонятно. Ну, допустим. То есть унитаз каким-то странным образом подсойдён к фонтану. О, господи. Доктор Джаспер. Мистер Миллс. Вы надеяли свой костюм, как необычно. Вам потребовалось почти восемь лет, чтобы преодолеть свой страх. Да, мы сделали фотографию для афиши нового цирка. Не ожидал увидеть тебя здесь. Я сел на поезд, как только получил ваше письмо. В нём говорилось, что господин Петреско планирует восстановить цирк. И что ты снова будешь клоуном, ленивой Олли. Да, я возвращаюсь в цирк. Определённая ситуация, которая может стать причиной травмы без профессиональной помощи. Я обязательно помогу вам, мистер Миллс. Я благодарен вам, доктор. Не стоит благодарности. Вы были образцовым пациентом. А теперь, если вы меня извините, я пойду распаковывать вещи. Увидимся позже. Безусловно. Прошу меня извинить. Странно, что доктор поехал вместе с ним. Возможно, это всё потом окажется галлюцинацией. Мой ангел-хранитель, доктор Джаспер, пришёл мне на помощь. Директор лечебницы Пенерхестова плати. Я, конечно, удивил его, когда он увидел меня в моём старом костюме. Когда я был в психушке, я не мог смириться с мыслью, что снова стану ленивым Олли. Ну что ж. Хоп. Лампа. А это у нас закрыта дверь. Интересный способ у него открывания дверей. Просто ломиться туда. Надо бы тоже попробовать. Но где же все? Показалось, что тупик. Читательный зал. Джейк Дилмер. Оливер, ты напугал нас до смерти. Хокин, Джейк, я не видел вас столько лет. Да ладно, выглядишь ты точно так же. Ленивые Оли, как будто и не расставались. Ха. Да, это так. Мне недавно исполнилось сорок лет. Давай об остальных спросим. А где все? Мы были здесь и ждали Петреску, когда внезапно отключилось электричество. Вспышка молнии и бум. Теперь они должны быть туда-сюда, в надежде достать фотографию, которую хочет старик. Ха. Фотографию динозавров. Закрой свой рот, Винансио. Ладно. Это здорово, что Петреску хочет восстановить цирк. Оля. Мы восстанем из пепла. Разве не жалко? Я имею ввиду захватывающее. Это наш шанс. Снова потерпеть неудачу, господа. Довольно. Эй, Винансио. Ты вернешься в чемодан. Так. Давай про Влада спросим. Ты видел Петреску? Нет, он еще не появлялся. Утром мы говорили о старых добрых временах. Ему недавно исполнилось 72 года. Но он по-прежнему полон сил. Он сказал, что планирует приготовить на ужин свое классическое сочное рагу. Он с нетерпением ждет возможности встретить нас. Боже, как мило. Все будет как старые добрые времена. Олесия. Джейк, скажи мне, Олесия тоже здесь, не так ли? Ну да, она тут. Пришла со всеми нами. Она изменилась очень сильно. Хочу увидеть твою реакцию, когда видишь ее. Что ты имеешь в виду? Сам узнаешь, ленивая Оля. Так, ну и давай тогда о прибитии спросим. Когда ты приехал? Сегодня днем. На последнем поезде. Вместе с остальной труппой. Кучка лузеров. Как насчет тебя, мой друг? Когда ты приехал? Я сел на утренний поезд. Не хотел рисковать. У меня со сном проблема. Со сном проклятие. И почему же? Ну, моя жизнь после пожара была не такой уж легкой. Сам знаешь, пенерхист. Психиатры, таблетки, моральные надломы. За эти годы у меня было несколько рецидивов. И когда наконец-то вышел в прошлом году, начался этот экономический упадок. Ты должен называться стрёмной Оли. Эй, Оливер, нам нужно продолжать тренироваться. Мы хотим увидеть этого старого прайдоху, пенитреску, с новым выступлением. Я... Ага, Джейк. Увидимся позже. Все здесь. Я только что столкнулся с Джейком и его надоедливой марионеткой. Он сказал мне, что все уже здесь. Даже Олесия. Моя любимая Олесия. Иногда судьба по воле Христа дает нам еще один шанс. Будет здорово вернуться в цирк. Снова стать семьей. Так, что это у нас? Граммофон. Сделать запись? Подожди. Он сохраняется, когда мы... Ты заметил, что электричество отключилось? Клоун. Ну, значит, граммофон тоже не должен работать. Так. Комната отдыха. Ух, страшный большой медведь. Бруто. Бедное животное умерло от удушья в своей клетке во время пожара. Пенитреску сказал мне забальзамировать его, чтобы сохранить память о нем. Немного жутко. Это портрет Петреску с его любимым цирком за спиной. Должно быть, он написал его в 1914 или 1915 году. Там были дрова, которые, должно быть, остались еще и зимы. На калитке замок. Так. Ну, я так понимаю, ключик у нас нету, поэтому... Один из типичных стендов цирка Влада. Я не могу поверить, что уже прошло восемь лет. Здесь Петреску объявлял номера, а дом играл со своими прирученными гиенами. Так. Ну... Судя по всему, все закрыто тут. Женский голос. Занято! Занято! Главное, дверь закрыта. Телефон. Мне не нужно никому звонить. Киса! Мультабана! Я не видел его утром, когда приехал. Это вороватая обезьяна. Для Петреску как сын. Он должно быть очень стар. Слава богу, что он выжил в огне. А что-то осталось. Похоже, старик кормит здесь мультабарно. На столе лежит красивая бархатная скатерть. Он обращается с ним, как с королем. Так. Видимо, Петреску в той части. Мне не стоит пить. От этого болит голова. Так же, как на снотворном. Бокал вина. Посмотри-ка, открыто. Хотя, давай-ка мы все-таки все тут проверим. Я не хочу молиться. Я чувствую себя хорошо. Ну, ладно, давай возьмем все-таки бокал. Моя бедная мама говорила, что пролить вино и пролить кровь. Это один и тот же крех. А здесь у нас что? Погоди-ка. Картина. Ладно, давай тогда пойдем вот сюда уже. Раджит Едав. Добро пожаловать! Раджит, это ты! Давно не виделись! Судьба свела старых друзей в эту бурную ночь. Огонь не только поглощает, но и создает, мой добрый господин. Что ты имеешь в виду? Оливер тоже сумел преодолеть свой страх. Он снова стал ленивым Оли. Да, все тот же клоун. Я выздоровел, Раджит. Доктор Джаспер был очень добрый ко мне. Раджит чувствует благодарность. Зародованная рука, ты пришел в дом Петреску после пожара. Что ты делал после пожара? Раджит вернулся к путешествию. Он видел разных людей и разные места. Он думает, что, возможно, конец цирка был заслуженным наказанием за его поведение в предыдущих жизнях. Как всегда, говорит мой психиатр, не стоит взваливать всю вину на себя. Люди переносят невыразимую вину. Из одной жизни в другую, мой добрый господин. Ты пришел в дом Петреску. Я рад, что ты пришел, старик. Странные сообщения о воссоединении были замечены в небе среди звезд, мой добрый господин. Кто-то должен быть на этом самом месте и в это самое время, чтобы исполнить свое предназначение. А что у тебя тогда с рукой, скажи? Раджит начал выполнять план звезд, мой добрый господин. Господи, ты сам ее отрезал. О нет, Раджит, ты не должен был. Ты обрекаешь себя на страдания в гиене огненной. Каждый прячет гиену в глубине своего сознания. Раджит сделал свой выбор. Эй. Раджит, кажется, не постарел ни на один день. Мне больно видеть, как он себя изуродовал. Это не может быть правильным. Как бы сильно он не согрешил. Я бы не хотел заставлять его волноваться. Еще в лечебнице я видел его в своих снах. Огонь пожирал все. Вокруг гибли люди. А факир горел, издавая ужасные крики. Это были всего лишь кошмары. Так, ну что ж. Туалет. Без унитаза. Ванна наполнена грязной водой. Как воняет. Это какой-то лифт. О, господи. Мистер Милс, вы в порядке? Там, доктор, огромные крысы едят кишки кошки. Ммм, странно. Клянусь богом, я и моей святой матерью. Покажите мне, где вы видели мистер Милс. Но след остался. Как? Ну, клянусь, кошка была здесь. Ее кишки были повсюду и крысы. Высоединение с друзьями по цирку должно быть трудным. Мы говорили об этом в Пенерхесте. Но будьте спокойны, мистер Милс. Вы себе это выдумали. Вот и все. Постарайтесь контролировать свои нервы. Помните, что стресс вредит вам. Молитесь, если считаете нужным. Вы принесли четки своей матери, не так ли? Да, доктор. Я никогда никуда не хожу без них. Я буду рядом. Прошу меня извинить. Слушай, он точно плод нашего воображения. Боже правый. Кажется, я не очень хорошо себя чувствую. Я думал, что если надену костюм, все будет нормально. Но крысы съели кошку. Доктор Джаспер считает, что все это мое воображение. Я так не думаю. Мне лучше не упоминать об этом в присутствии других. К счастью, я взял с собой святые четки моей матери. Буду молиться. Умоляю тебя, Христос. Не оставляй меня. Так, давай-ка мы тогда... Что у нас тут? Груда немытой посуды. Так, а здесь... В записке говорится, во вторник 23-го числа придет сантехник, чтобы проверить трубы. Это горелка для дров. А здесь у нас ничего. Металлическая коробка. Открыть. А вот и блок предохранителей. Один из предохранителей сломан. Чертов шторм. В церкви Влада я отвечал за свет. Хорошие были времена. Я помню, с какой гордостью я относился к большой маркизе, которую Петреску попросил меня построить и установить на вершине главного театра. Шатра. В ней было более 160 лампочек. Они были такой болью в одном месте. Особенно после дождя, когда приходилось менять перегоревшее. Ночью надпись «Цирк Влада» была видна издалека. Это дверь, ведущая на задний двор. Петреску хотел показать мне свои растения, но не мог вспомнить, где оставил ключ. Так, а давай-ка мы... О, нам наконец-то добавили возможность бегать. Хотя, знаешь, можно было бы и помолиться. То вверху он наполнен грязной водой. Молиться. Ты не хочешь молиться? Видимо, а, ну, чуть-чуть сбросился стресс. вверх-вниз. Дай-ка вниз, наверное. Не работает. Нет источника питания. А поменять блок ты, я так понимаю, не можешь. Что это там такое? взяли кувшин. Ага, медная нить отрезана. Один из предохранителей отсутствует. может быть, нам стоит использовать кувшин, чтобы слить грязную воду. Использовать музыкальная пластина. что мне делать со всей этой грязной водой. Действительно. Что тебе с ней делать? хотя нет, здесь мы ничего сделать не сможем. Дай-ка попробуем поговорить с Раджитом. Раджит. все происходит так, как должно. Раджит медитирует. Ну, ясно. Запись опера. Вы не можете переносить больше предметов. Да ты издеваешься. То есть, здесь еще и есть какой-то предел. перегоревший предохранитель нам, наверное, не нужен. Давай-ка мы его тогда просто выбросим и возьмем себе запись оперы. Это современный граммофон. Так, ну, значит, мы его можем использовать вместе с... Теперь у нас играет какая-то музыка. Отлично. Ладно, мы посмотрим на картину. Это Джейкоб и Мэдисон, родители Петреску. Джейкоб был успешным адвокатом, благодаря этому он смог построить этот огромный особняк. Миссис Мэдисон была разочарована художником. Миссис Мэдисон была разочарованным художником. Влад говорил, что она редко была трезвой, но говорил о ней с гордостью. Так, ну, понятно, тележку ты использовать не можешь. А банан нам не нужен. Дверь заперта изнутри, внизу что-то есть. О боже, часы здесь не считаются, не хватает стрелки. А, вот еще что. То есть тут у нас еще и пазл какой-то будет, что надо на определенное время. Доминик? Доминик Майер. Оливер, Монами, давно не виделись. Я тоже натянул свой старый костюм. Но, дом, что ты делаешь в инвалидном кресле? Оу, Оуи, у нас с этим креслом долгая история Оли. После казни брата Мессия Петреску я заболел полемилитом. Мне не здоровилось после несчастного случая в лечебнице, помнишь? Я исцелился, но мое тело сломалось. Теперь мои мышцы ослабли. От прежнего железного огра не осталось ничего, только этот костюм. В любом случае Мессия Петреску настоял, чтобы я пришел. Это был отличный жест с его стороны. Уи, дом, мне так жаль. Эй, жизнь продолжается, ты займешься чем-нибудь другим, посмотри на меня, если я могу, то и ты сможешь. Доминик стал инвалидом. Мой друг силач, знаменитый железный огр, сейчас прикован к инвалидному креслу. Я помню, как он поднимал своего слона, Мариту. это была демонстрация силы, которая заставляла бы вас скрежить зубами и задыхаться. Публика его обожала. Я не могу понять, как дом сможет вернуться в церквата. и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Гарри Брок, кто-нибудь может помочь мне перенести Олисию? Гарри, прошло столько времени. Оливер, ты здесь? Да, я приехал на поезде из... Олисии, нужна помощь. Сюда, Оливер. Боже, правый. Мон Дю, что случилось? Я бы с радостью помог, но я сейчас не могу помочь. Олеся, я думал о ней все эти годы. Сюда, Оливер, поторопись. О, господи. Олеся! Оливер! О, ради всего святого, ты истекаешь кровью. Помоги нам, Оливер, ребенок. Оле... Я не помнил этого. Ребенок? Ей не следовало отправляться в путь в ее состоянии, но спорить с ней было бесполезно. Гарри, мы уже обсуждали это дома. Тебе нужно отдохнуть и принять лекарство, срочно. Друг мой, не мог бы ты отнести ее в дом? Да, конечно, Гарри. Олеся ждет ребенка. Может ли Гарри быть его отцом? Я вижу, что мой друг очень о ней заботится. Я бы хотел быть на его месте, ухаживать за Олесей, но я не могу. Мама говорила, что за пути, что за пути, Господь, неисповедимо. У Гарри доброе сердце. Кровотечение остановилось. Олеся уснула. Грядет новый шторм. Мон Амис. Где миссия Петреско? Мы здесь уже несколько часов. Черт возьми. Привет, Бетси. Привет, Джиндлер. Вы всегда ходите в туалет вместе? Сейчас не время для шуток, Хокин. Эй, Оливер, давно не виделись, не так ли? Когда-то пришел парень. Бетси, привет. К середине утра. Мон Амис, мадемуазель, Олесия потеряла много крови. Было бы разумно что-то предпринять. Раджит, ты можешь приготовить лекарство для Олесии? Раджит может приготовить настойку от боли бородатой женщины. Надеюсь, это поможет Олесии и ребенку. Для меня это главное. Я пойду и проверю. Прошу меня простить. Олесия не должна была забеременеть. Ты идиот! Молчи, Джиллер. Но это правда, братья. Этой девушке нужен врач. И что еще хуже, до понедельника объявлена забастовка железнодорожников. Отец Влад знает, что делать. Кто-нибудь вообще видел его? Мы болтали сегодня утром. Потом я пошел вздремнуть и с тех пор не видел его. Он сказал, что на ужин у нас будет одно из его врагу, как старые добрые. Не может быть. И мы все в неведении. И слава богу, придурки! Сиамские близнецы. Карвер, Бетси и Джиндлер тоже пришли. Мне не нравятся эти несносные девчонки. Они постоянно спорят. Их головы соглашаются только в присутствии Петрицку. Этот старик разбаловал их. Я не знаю, о чем он думал, когда привел их в цирк. Я думаю, Йозеф боялся, что его брат в конце концов передаст цирк им. Оливер, ты хорошо разбираешься в электрике. Сможешь починить свет? Ага, я попробую. Так, ну, мы же ничего не сделали. Мы сняли доктор Николс Джаспер. Бедный мистер Милс. Боюсь, что приступы дезориентации вернулись. Воссоединение со старыми друзьями делает его все более неуроновешенным. Но как я сюда вернулся? Хочу сказать, что все, что у нас было, это сон. Окно мы можем закрыть? Снова дождь. Этот шторм никогда не закончится. вода не появилась? Воды нет. И света тоже. Здесь закрыто. А наверху мы, кстати, не были. лампы. Это керосиновая лампа. Но с ней ничего не сделаешь. Тоже заперто. Ух, как же я устал. Лечение в психушке разрушило мое тело. Не, 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 спускайся. Телефон. Говорите. Чёртовы уроды. Кто это? Это какая-то шутка? Странно. кто кто бы это мог быть? И что он имел ввиду? Так. Кровь у нас. Северный лес. старый вагончик Петреску. Лишь несколько вагончиков пережили пожар. Петреску? Что вы делаете под дождем в темноте? Вы в порядке? Мы волновались за вас. Ты видел Йозефа? Йозефа? Какого Йозефа? Йозефа Петреску. Мы его брата. Кто бы мог ещё это быть? Но Йозеф, он мёртв. Подождите, шторм разбушевался. Мы должны вернуться в дом. Что это такое? Матерь божий, что здесь происходит? Этого не может быть. Здесь было безглавленное тело. Это была галлюцинация? Ещё одна проклятая галлюцинация. Нет, я не собираюсь возвращаться в лечебницу Панерс. Нет. Доктор Джаспер, я должен увидеть его как можно скорее. Со мной что-то происходит. У меня галлюцинации. Я слышу странные голоса, и я видел огромное обезглавленное тело. Наваждение длилось всего несколько секунд, но господи, его плоть, я видел её. Запах горелой плоти был тошнотворен. Зачем мне представлять себе такие узуверства? Мои галлюцинации в лечебнице Панерсест были другими. Я должен поговорить с доктором Джаспером и всё ему рассказать. Так, а что у нас здесь? Погоди-ка, шатающаяся доска. Хм, одна из плат моста расшаталась. Снять плату? Ну, давай. Да ёшки, матрёшки! Погоди. Выбросим запись опера. Отлично. А, у нас стресс. Надо помолиться. Эти чётки утешают меня в трудные времена. Мне кажется, что моя покойная мать Изабелла держит меня за руку, да успокоит Господь её душу. Стресс исчез. Так. Отлично. И теперь у нас есть доска. Букет разноцветных цветочков. Собрать их нельзя. А, мы можем что-то сделать с доской? Объединить, выбросить, переместить. можно объединить, погоди-ка, объединить с предохранителем. Это бесполезно. Ну, получилось бы интересное оружие. Чё это? Связка ключей. Конечно же, мы её взять не можем, потому что у нас слишком много всякого разного хлама. Ну, давай-ка мы попробуем предохранитель здесь выбросить. Надеюсь, что он нам больше никогда не понадобится. берём ключи. Пустой мешок. Матёрчатая сумка. я смогу носить больше вещей. Фу, блин, ну, наконец-то. Теперь хотя бы можем ещё какой-нибудь, понимаешь ли, хлам с собой таскать. ну, мне кажется, что предохранитель когда-нибудь, когда-нибудь нам может даже и понадобиться. Я не собираюсь возвращаться на вокзал. А, значит, вокзал в той стороне. Точно, мы же взяли ключи, а это значит, что мы сможем открыть вагончик. Это газетная вырезка. Петреску должно быть обронил. На следующее утро после пожара полиция обнаружила Йозефа возле цирка пьяного и с револьвером в руках. Его поместили в тюрьму Скренвилла. И уже в следующем году он был признан виновным в поджоге. Он был приговорён к казни на электрическом стуле. Так, то есть вот у нас дверь и мы сейчас используем связку с похоже, что это правильный замок. Может быть попробуйте использовать не похоже, что это хорошая идея. Ну, значит, остаётся только вернуться обратно. Здесь ничего нету. а вот смотри, мешок. Ещё одна сумка пригодится. Дополнительное место в рюкзаке. Мистер Миллс, как вы себя чувствуете? Доктор, слава богу, что вы здесь. Я снова страдаю галлюцинациями. Как-то вы видели ещё что-то? Мертвеца, помогите мне, пожалуйста. Мой господин. Раджет, старый друг, ты сделаешь настой для Алисии? Раджет будет искать бархатцы для чая. Такова судьба. В лесу я видел цветы всех видов. Там ты сможешь найти бархатцы. древние лекарства. Факир загадочный старик, но человек божий. Его лекарства стали благословением для цирка Влада. Извините за беспокойство, доктор. Не волнуйся, опиши, пожалуйста, свое наваждение. Огромный труп, облепленный мухами, пахло горелым, и он был обезглавлен, доктор. Настораживает. Ваше возвращение в цирк открывает старые раны. Теперь в этом нет никаких сомнений. Нам понадобится лекарство. Ты хочешь впрыснуть мне малярийную кровь, как в лечебнице? Успокойтесь, мистер Милс. Нам не нужна очередная лихорадка. Мы с вами уже прошли этот этап. Мой анти психический тоник поможет справиться с галлюцинациями. В моем портфеле есть несколько бутылок. Постарайтесь не нервничать. Стресс вреден. Спасибо, доктор. Если бы не вы, я бы не смог оплатить аренду жилья, когда покинул Пенерхест. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Вам не за что меня благодарить, мистер Милс. Это моя работа. Плохие воспоминания. Все это навевает плохие воспоминания, доктор. Постарайтесь не терять самообладание, мистер Милс. Помните, эти галлюцинации вам не навредят. Если вам не удастся справиться с симптомами, выпейте тоник. Не забывайте, что лечебница вам это помогала. Я присмотрю за вами. Прошу меня извинить. И как всегда уходит. Господи Иисусе, опять тоник. Что за чемодан? Оп. Снова тоник. Доктор Джаспер усовершенствовал рецепт своего антипсихического тоника, пока я был в больнице. Остальные процедуры не оказали на меня никакого эффекта. Ни лед, ни лихорадка, вызванная малярией. Я буду вечно благодарен ему, но я просто боюсь пить этот тоник снова. Я отношусь к нему с подозрением. Даже когда галлюцинации проходят, у меня всегда сдают нервы. Слушай, может быть, он на нем практикует какую-то свою экспериментальную медицину? Ну, похоже. Так, а что у нас здесь? Чехол для куклы. Джек оставил здесь свой чемодан. Револьвер. Охренеть не взять. Так, ну, давай. А мы не можем больше переносить. Ну, конечно. Так, давай тогда предохранитель выбросим. О, господи. Вижу, Джейк не потерял хватку. Я чувствую себя в большей безопасности, если буду держать пистолет при себе, пока мы не выберемся отсюда. В прошлом у нас были свои несчастья. так, чисто туалет в кои-то веки не засраны. Оливер, я видел, как ты выходил через ворота в такой шторм. Ты уходил искать месье Петреску? Я видел его в лесу. Думаю, он неважно себя чувствовал. Что-то имеешь ввиду, Оли? Ну, я не знаю. Он ходил по темноте, искал своего брата, Йозефа. Ну, и дела. Но Йозеф поджарился, как курица на сковородке. Йозеф, этот пьяный дегенерат должен быть в аду, все еще сидя на своем электрическом стуле. Блин, а здесь мы как раз таки могли бы пластиночку поставить. Кажется, рок отсутствует, то есть проиграть ничего не получится, да? Давай тогда а здесь у нас ничего нету. Как окно? Судя по всему ничего. Хотя погоди-ка, там что-то светится. Хрустальный кувшин. Это хрустальный кувшин. Взять, я так понимаю, моего... Хотя погоди-ка, может быть мы используем палку? Какой смысл? Ну, может, ты до него не достаешь? Ладно. Хотя тут были, кстати, закрытые же двери. Дом, я смотрю, ты все еще куришь. Уи, монами. Эти сигареты были со мной каждый день после несчастного случая. В лечебнице Пиннерхест. Это плохая привычка. Тебе следует завязывать. В детстве я сам катал сигареты. Я знаю, какой вред они наносят. Я это прекрасно знаю, Оля. Но я ничего не могу с этим поделать. Мои легкие должны быть черными как уголь. А Вере. Я никогда не спрашивал тебя об этом, но ты верующий? Я не знаю, как молиться, Оля. Мои приятели в угольных шахтах молились, когда я был ребенком. Но я так и не научился. Может быть когда нибудь ты научишь меня? Конечно. Это будет первое, что мы сделаем, когда вернемся в цирк. Я обещаю. Жду, не дождуйся. Спасибо, Монами. Так. Пулео. Меня удивило, что ты так исхудал. Это болезнь. Ах, Моншер. Я подхватил ее в больнице. Некоторое время я мог ходить. Мои мышцы окрепли. И я даже снова начал работать. Я смог поднять слона, как в былые времена. Но через несколько лет я уже не смог. Я навсегда останусь в этом инвалидном кресле. Не вешай нос. Все будет хорошо, дом. Доминик сын французских эмигрантов. Но вырос он в угольных шахтах округа Санта-Елена. Потом он работал в уличном балагане, пока Влад Петреску не нашел и не взял в цирк. Там он узнал, как ухаживать за животными и как обращаться с прожекторами. Дом не умеет читать и писать, но он очень добродушный человек. Так. Знаешь, дом, я чувствую себя отчасти виноватым в том, что случилось в лечебнице, когда мы пытались вытащить Олесию. Это не твоя вина. Мы оба дали себя уговорить великому маленькому угаре. Это больше не имеет значения. Оле, время лечит все. Я не держу никаких обид. Ну, ясно. Камин. Давай-ка мы тогда попробуем использовать... Связка ключей не работает с камином. Понятно. Ну, что ж. Там просто замок висит. Читательский зал. Ванная комната. можно было бы идти... Внизу что-то есть. Ладно, давай тогда попробуем сперва использовать так вот, затем уже. господи. господи. мы возвращаемся в цирк. И то правда. А где были вы? А что насчет вас? Где вы были все эти годы? Ну, это не твое дело. Мы тебя вообще спрашивали? Джиндлер, не груби. Мы работали в музее монет. Манджерм Смит. Сам знаешь, нормальные люди платят за то, чтобы почувствовать отвращение. О, Джиндлер, хватит. В новом цирке Влада никто не будет испытывать отвращения или страха перед нами. Все будет как прежде. Влад обещал. Не смеши меня, ленивый Оли. Займись своими делами и продолжай шпионить за своей дорогой Олесией. Господи, Джиндлер, да закрой свой рот! Я столкнулся с Петраску в лесу. Он искал своего брата. Вы можете в это поверить? Ты говоришь так, как будто отец Влад сошел с ума, парниша. Не надо врать, Оливер. Он, наверное, шутит. Будем надеяться, что он вернется к ужину. О боже! Остерегайся, крыс. Они выглядят голодными. И веди себя хорошо, иначе мы запрем тебя в подвале. Ха-ха. Вот же жгнида. Болезненные существа. Болезненцы всегда интриговали меня, но я никогда бы не осмелился спросить о их состоянии. Поэтому я поискал информацию в библиотеке лечебницы. Я нашел несколько подробных случаев. Блинецы и шитаги, соединенные в районе туловища, но с одним тазом. Два человека в одном обреченном жить вместе теле. Я знаю, что одна из голов умрет, что если одна из голов умрет, то другая сможет прожить не более несколько часов. Печально и несправедливо. Что божье творение должно пройти через столь многое? Так, ну давай-ка мы тогда попробуем еще тут, понимаешь ли, побродить. Оливер, что ты тут делаешь? Олеся спит. Мне жаль, Гарри, я прошло много лет с нашей последней встречи. Олеся все еще мучается, прости. Лечебный чай Раджата успокоит ее. Скажи ему, чтобы поторопился. Я не могу смотреть, как она страдает. Поговорим позже, тебе лучше уйти. Я присмотрю за Олеся. Оставь нас в покое. Конечно, Гарри, как скажешь. Как человек может быть счастлив, несмотря ни на что. Мне нравится Гарри, я уважаю его как брата, которого у меня никогда не было. Он находит в себе силы продолжать жить, независимо от того, насколько тяжелы обстоятельства. Я не думаю, что смог бы так же. От одного только моего старого костюма клоуна у меня голова идет кругом. Он почти не разговаривает со души, но я его прощаю. Олеся его женщина, а для меня она будет лишь приятным воспоминанием, которые я унесу с собой в могилу. Здравствуйте, крыски. Я вас немножечко боюсь, но надеюсь... Так, водички нету. А использовать с кувшином да, грязная вода нам не нужна. Здесь вроде как замков нету. А записка тоже самая. погоди-ка, вот эта дверь открывается. Вы открыли дверь. Этот ключ отсюда. Интересно, что тогда открывает другой? В записке говорится Монтальбано 8 часов. А нам может быть надо стрелку повернуть? Это кусок свинины. Он слишком большой, чтобы взять его с собой. Съесть кусочек сыра. Я не знаю, сколько он тут лежит. Поэтому не думаю, что это хорошая идея. Хотя может быть тогда у нас будут какие-то странные понимаешь ли галлюцинации. Так, ну давай тогда мы попробуем использовать еще раз. Не похоже, что это правильный замок. Значит нам надо попробовать повернуть стрелку часов. Ну а на этом пожалуй будем заканчивать. Надеюсь вам понравилась игрушка. Если что, ссылка на нее будет в описании. Также в описании у нас много всего интересного. Ну там телеграмм, дискорд и всякое-всякое такое. Ну а на этом пожалуй все. Всем пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких. Пока-два.